Первый заместитель главы Анжелика Бузунова поручила управлению жилищно-коммунального хозяйства держать на постоянном контроле работы по капитальному ремонту кровли и лифтов, которые сегодня выполняются в ряде многоквартирных домов. Также контроли за состоянием разрытий на дорогах. Они должны быть устранены в кратчайшие сроки, несмотря на погодные условия. В связи с этой погодой, значит, с коммунальщиком прорабатывайте, чтобы, если есть где-то какие-то там же кровли открытые, есть ли какие-то жалобы людей, чтобы это в оперативном порядке решили. И контроль за производством развития. Пожалуйста, подготовьте список развития, который у нас сейчас в работе, кто восстанавливает, как работы проводятся в связи с погодными условиями. Если где-то приостановлены работы, значит, если подрядчиков приглашается, то даже в связи с погодными условиями остановиться не должно. Людмила Мурашова попросила курируемые подразделения взять на контроль своевременную очистку от снега территорий социальных объектов не только внутри, но и снаружи. Также она сообщила, что офис врача общей практики на улице Чехова получил лицензию и должен начать встречать пациентов уже до конца текущей недели. Глава города Сергей Сергеев акцентирует внимание на вопросе оформления пакета документов по пристройке к школе номер 5. Это одна из приоритетных задач для управления, курирующих этот вопрос, так как дополнительные места в школах и садах городу необходимы. Что у нас, скажите, с пристройками к школам? С пристройками к школам у нас сегодня то по съемке сделаны, определены школы. Это пятая школа, мы получили уже ваше согласование, сегодня идет работа с инвесторами для того, чтобы они там начали уже работать. Также в планах шестая школа у нас на сегодняшний день. Мы вошли в заявку, мы написали заявки в министерство образования. Так, Людмила Юрьевна, значит, наличный контроль. И мне тогда не в течение часа, а я вам даю время до конца этой недели, то есть до пятницы включительно, вы мне показываете полностью весь пакет документов вместе с проектом. Заместитель главы Александр Колесников сообщил, что всю предстоящую неделю прогнозируется нестабильная погода. Температура воздуха будет колебаться от минуса до плюса. В связи с этим надо наладить круглосуточный обмен информацией единой дежурно-диспетчерской службы со всеми сельскими округами.